приветствую всех вновь на нашем youtube канале на нашем очередном видео обзоре коттеджный поселок заповедник ежевика парк и сдали объект 4 на 6 метров баня строили в два этапа первый этап мы строили летом сегодня вот середина декабря 13 декабря если быть точнее сделали отделку бани и запустили сруб срублен в лапу лапу если сруб нужно делать в чашу то хотя бы четыре с половиной на 6 метра надо делать чтобы внутри была возможность разделить на три комнаты фундамент ленточный фундаменте продухи обязательно чтобы была вентиляция сейчас они видите закрыты закрыты на зиму и защитили первый венец от осадков соколь отливы соколя закрыли сруб строганной шлифованной покрасили мы еще летом aquatex extra цвет сосна а вот эти обналички у окон палисандр цвет кровля металлочерепица цвет тоже шоколад и здесь снег задержатели и водосточная система с трубами до низу вот здесь тоже светильники тут все подсвечивается скоро же новый год на фронтоне люк класс на чердак для обслуживания дымохода для проветривания вентиляционная решетка с двух сторон вот эта вытяжка вентиляции басту при . организована под печку вот она вот вентиляция здесь тоже в ленточном фундаменте продухи для залпового для сквозного так скажем проветривания заказчик попросил сделать такую подсветку карнизов все пойдемте вовнутрь металлическая сейф дверь как мы обычно ставим с терморазрывом очень хорошая дверь с толстым полотном внутри ламинирована под дерево подписчики канала рафиса приветствую настал тот день сдачи у меня приемки работ этой компании они мы слышим очень давно мне рекомендовали их друзья после того я посмотрел много видео отснятых рафисом и выбрал именно такого типа байна рубленая в лапу лапу рубленая единственное что я попросил чтобы они утеплили пол в комнате отдыха они это сделали черновой пол и пенопласт и сверху чистовой пол потому что я планирую собираться с друзьями родными вот замечательную печку на которой тоже видео обзоры посмотрел в принципе посоветовал с друзьями так как у меня есть опыт бань немного где бывал заказанные бани коммерческие бани и выбрал эту печку попробовать потому что тоже они слышал только хорошие воздушные сразу же такие важные моменты с дверями обсудили ребята мы предложили все их двери у меня даже в доме в частном не меньше качестве поставили двери пластиковое окно чтобы тепло не уходило на чердаке дополнительно я попросил сделать доски пол такой интровизируем чтобы там можно было сушить веники хранить ну и всякие разные букеты которые рекомендуют там по желанию для поделки использовать и там будут классно в проживаемом пространстве в темном хранице мы все это показали подсветку сделал дополнительно баня она у меня обособленная и ярко выражает фактуру рубленой бани вот этого круга века особенно в темное время суток сейчас уже темнеет если в темное время выйдет потом включат видите красота вообще красота то что именно это я хотел и старался как бы без фанатизма чтобы елку новогоднее не сделать ну и чтобы вот такой декоративный свет сделать мне кажется на мой взгляд по моему вкусу это очень хорошо а вы уже оцените комментарии пишите рафиса как это стоит от раки а еще мне приятный бонус они сделали вот такой покажи рафис получается чтобы быстрее комната нагрелась отдыха там сделан в них вентилятор который задувает нагнетает воздух в парилку а избыток теплого воздуха выходит сюда я сейчас руку держу она как бы терпеть не может если долго оставить тут тоже будет парилка но она для того и дело чтобы по-быстрому здесь создать теплую атмосферу если не надо не сказали можешь не пользоваться может закрыть но я считаю как бы это очень полезная деталь да спасибо иван за слова пар пар пусть будет легкий всегда и баня только для здоровья повторюсь тут внутри в чистоте получается вот так вот в длину вот поэт осенять пять с половиной метров пять с половиной метров и два с половиной это парная вас половина метра парная с поморочным и его здесь три метра это комната отдыха ширина вот так вот три метра вот вот поэт осенять три с половиной метра вот как заказчик уже сказал тут стоит супер супер печка печь колпаков нашего собственного производства чугунная печка подовая подала и колпаковая не прямо . то есть тут есть колпак где купится жар так дальше заходим помывочную кстати вот двери что в парную что помывочную выбрали стекло потому что с деревянными дверями знаете все что есть определенный дискомфорт они разбухают поэтому приняли решение сюда ставить обе двери стеклянные входную сейф дверь межкомнатные стеклянные матовые их не видно так помывочная получается размер вот по этой стене два с половиной метра вот по этой стене метр семьдесят и не стационарной лавочки можно их передвигать если одна лавочка лишнее можно убрать вообще он отдыха например здесь полы уже проливные доска пятидесятка внизу залита бетонная чаша с выводом канализации за пределы бани окно деревянное 500 на 500 и в помывочной и в парной поставили термосветильники с деревянными абажурами потолок здесь дополнительно оббит осиновой вагонкой через фольгу и вент зазор потолок кстати утеплен 150 миллиметров минеральной ваты вот бак выведен помывочную естественно помывочная вода греется от теплообменника который встроен колпак печи сюда подведена вода с греющим кабелем и вот здесь внизу есть люк можно будет открыть и всю систему слить чтобы не замерзла вода заходим в парную парная таких же размеров как помывочная метр семьдесят два с половиной метра полок угловой осина для залпового проветривания окно 500 на 500 здесь такие же светильники вентиляция басту вытяжка из-под полка вытягивает сырой отработанный воздух при . я как уже на улице сказал идет под печку свежего воздуха нижний полок задвигается чтобы не мешать парить человека печка облицована камнем талькохлорид здесь получается внутренние каменка где камни очень сильно нагреваются и выдают мелкодисперсный легкий пар вот это вороночка поддает на самые нижние слои через вот эту воронку дымоход ferrum 130 пожара безопасная разделка минерит с воздушной просвойкой и потолочно проходной узел здесь вот есть сливной кран чтобы также спеть с теплообменника остатки воды чтобы вода не замерзала при каждой сдаче объекта я говорю что печку без воды нельзя допить потому что там теплообменник и даут и живот муфты и силиконовых став есть без воды они просто проплавится и естественно зимой нужно всю воду сливать и не замораживать иначе иначе будет от ас вот вот такая у вас опять получилась банька шикарная банька поселке коттеджном заповедник прошу любить и жаловать жду ваших комментариев и обязательно ваших жирных лайков все друзья всем пока до скорой связи до новых выпусков